Доллары сегодня это во многом, я извиняюсь, бумажки, которые не имеют той ценности, которая обозначена и которую хотят как бы поддерживать американцы. И нам нужно очень осторожно относиться к доллару. Доллар сегодня это громадное количество бумажных денег, не обеспеченных реальным содержанием. Нам очень хочется, чтобы доллары пришли для того, чтобы здесь разместиться в виде инвестиций. На самом деле, объективно, нам нужно предельно осторожно относиться к этому виду валюты. Я могу вам сказать, какова стоимость жилья, которое строит город для социальных целей. Есть два вида жилья. Есть жилье социальное. В социальном жилье, которое заказывает город, есть себестоимость. Мы ее очень тщательно изучаем. И есть норма рентабельности. Если нет рентабельности, то мы развалим строительные организации. Эта рентабельность никогда не превышает 10%. Так, это жилье имеет стоимость, ну, может быть, чуть больше тысячи долларов или 31-32 тысяч рублей за один квадратный метр. Вот этим мы занимаемся. Мы жестко отслеживаем, чтобы город мог заказывать и покупать жилье по ценам, которые являются обоснованными. Нам нужно за наши ограниченные городские деньги покупать больше социального жилья. Это один слой и один уровень. Второй слой – это жилье коммерческое. Жилье коммерческое, которое строят на своей земле, на своих участках, купленных ранее инвестиционные различные строительные компании. И они могут продавать это жилье по произвольным, устанавливаемым этими фирмами ценам. Оно может быть разным. Я иногда просто, знаете, смотрю на эту информацию, которая подается, жилье, скажем, в центре города, еще раз, в центре города, но это рынок. Цены, которые являются рыночными и устанавливаемыми этими фирмами. Какие там, как вы говорите, откаты и так далее – это вопрос к тем инвесторам и тем структурам, которые это жилье строят. Кризис нас заставил заняться более внимательно реальным сектором экономики, нашими предприятиями. К сожалению, здесь мы получили перед кризисом такое ограничение, которое нас удивило, возмутило. Мы протестуем против этого. Когда кризис, все должны помочь по своему, по своим возможностям реальному сектору экономики. У нас раньше было право предоставлять бюджетные кредиты. Это означает, что если предприятие попало в какое-то сложное положение, то оно идет не за кредитами высочайшего уровня процентов, а оно нуждается в кредитах на пополнение оборотных средств для того, чтобы организовать производство, выплатить зарплату, заплатить за электроэнергию, купить расходуемые материалы, сырье. И для этого нужны малопроцентные кредиты. Тогда производство будет продолжаться. Мы давали промышленным предприятиям Москвы эти бюджетные кредиты. Они примерно составляли одну вторую, одну треть от ставки, которая сложилась в данный период в государстве. То есть они дешевле были, эти кредиты. Господин Кудрин решил, что пусть кризис развивается, а бюджетные кредиты субъекта федерации давать не должны. И нам обрубили эту возможность. Теперь предприятия должны идти в банки, а банки начинают давать гарантии, давать время. Время это иногда связано с тем, что предприятие за этот период просто проваливается, выбрасывает большое количество людей, останавливает производство. Это все неправильные действия. И еще одна проблема. Это проблема государственная и наша тоже. Сверхбюрократия. Сверхбюрократия. Если в 92-м году мы в жутких условиях строили, мы тогда спасли строительный комплекс, в жутких условиях строили, нам нужно было полгода на все оформления документации на строительство жилого дома. Так два года мы строили. У нас не было той технологии и так далее. То сейчас все перевернулось наоборот. Мы два года готовим документацию, согласовываем. 206 согласований нужно по государственным нормам, которые за последнее время в нашем государственном законодательстве приняты. Так два года на согласование мы будем строить. Вы знаете, наперсочники у нас с вокзалов выведены. Это была целая эпопея. Сегодня в три наперска в вокзалах не играют. Игорный бизнес, в том числе и лохотронщиков мы тоже сейчас победили. Очень важно нам победить лохотронщиков еще в информационном деле. Продолжение следует...